МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире. В преддверии парламентских выборов на декабрь 2023 года Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Сыны Западной Армении Давид Даниилян. Армянская идентичность. В Вериване пройдет осенняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Посол Швеции в Армении посетил Сюнингскую область. На следующем заседании Совета министров иностранных дел ЕСЕ будет обсужден вопрос нормализации отношений между Арменией и Баку. В Москве открылась выставка царства Урарту. Наследие древней Армении Ураршту Харминуа Армина. Государственное телевидение Западной Армении представляет кандидатов-депутаты на парламентские выборы декабря 2023 года с просьбой наблюдателей и потенциальный электорат внимательно следить за биографией и деятельностью кандидатов, которую они разворачивают для усиления государства Армения, проголосовав за выбранного вами кандидата. Конец кампании 15 ноября 2023 года. Наше телевидение в ежедневном режиме будет представлять данные кандидатов, подавших заявку на депутата. Сонна Карапетян, кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Аннаит Такворян, кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Рузан Махитарян, кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Тигран Киракусян, кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Макартыч Минасян, кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Карен Дургалян, кандидат в депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Более подробно о кандидатах можно ознакомиться по указанной ссылке. Сыны Западной Армении Давид Даниилян. Давид из села Офташат Араратской области. В армию призван 24 декабря 2019 года. Учился в Ереванском государственном колледже информатики на программиста. Вспоминая о Давиде, родные отмечают. Давид очень любил родину, село, дом. Ждал призыва в армию, гордился быть солдатом своей родины. Храбрый, дружелюбный 19-летний Давид ценой собственной жизни на протяжении всей войны боролся за родину, не забывая о друзьях. После смерти в руках Давида был найден крест погибшего друга и изношенный военный билет. За время войны Давид прошел через множество испытаний, потеряв друзей. Воевал, не сдаваясь. Желал, чтобы им гордились, но о своих подвигах не рассказывал. Я вернусь и все расскажу, говорил Давид. Очень радовался полученным поощрением и медалям. Не любил несправедливость. Всегда помогал тем, кто нуждался в его помощи и поддержке. Война началась 27 сентября, в день рождения Давида. Закончилась 9 ноября, в день смерти Давида. Друзья и родные считают, что Давид войну выиграл, победив страх и все трудности. Обещания, данные Давиду, выполнят. Воплотив неосуществленные цели и чаяния в жизнь. Вечная слава павшим бою героям. 9 ноября 2023 года, третья годовщина 44-дневной войны. Этот день отмечен в черном в календаре Армении. В результате трехстороннего соглашения, подписанного в этот день три года назад, большая часть Арцаха осталась врагу. А сегодня Арцах, исторический колыбель армян, полностью потерян и лишен армянства. Вестерн Армения ТВ выделил несколько исторических событий, которые еще раз доказывают, что Баку десятилетиями пытался уничтожить армянское в Арцахе. В 1971 году указом Гейдара Алиева начался снос исторического квартала города Шуши. Было разрушено более 7 тысяч исторических памятников армянской архитектуры. В том числе монастырь Куссан, церковь Мегрецот, церковь Агулецот, церковь Субгеворг и прочие. Разрушенный в 1920 году армянский Шуши почти весь советский период оставался городом-призраком. По состоянию на 1960 год более 90% жилищного фонда Шуши было опустошено и разрушено. Из 40 тысяч армянского населения города по состоянию на 1920 год до 1960 года осталось не более 2000 человек. Алиев обратился в Москву к Крущеву с просьбой выделить финансы на восстановление города Шуши. Москва эту сумму выделила. Однако вместо восстановления города Алиев пригнал сотни кранов, бульдозеров и другого оборудования и начал демонтировать исторические здания, имеющие историческую и архитектурную ценность, которые еще можно было восстановить. Исторические армянские кварталы города Шуши, занимавшие две трети территории всего города крепости, были снесены. На их месте были построены серые хрущевки, пятиэтажные многоквартирные дома, для заселения которых были привезены азербайджанцы из других районов Азербайджанской ССР. Это была преднамеренная политика уничтожения исторического армянского гоблика Шуши. Несмотря на это, до 1991 года Алиеву удалось расселить в городе Шуши не более 10 тысяч азербайджанцев, что в четыре раза меньше, чем число армян, живших до погрома в Шуши 1920 года. Как и прежде, до того, как армия обороны Арцаха освободила город 9 мая 1992 года, 80% территории было запрошено. В 1840 году Шуши впервые получил статус города, где поселились жители огромного количества армянских сел, расположенных в отдаленных провинциях Арцаха. Начали жить городской жизнью, строя красивые особняки, школы, церкви, типографии, театры, библиотеки и другие общественные здания. К концу XIX века Шуши был крупнейшим городом не только в Арцахе, но и во всей Западной Армении. Шуши стал центром армянской интеллигенции и культуры Западной и Восточной Армении и соревновался с Карсом, Александрополем, Ереваном, Нахачеваном и Ганзаком. Подчисленностью населения Шуши во всем Закавказье уступал лишь двум городам Тифлизу и Баку. Город и все его население были уничтожены турецко-большевистской армией в 1920 году. Для проведения в Ереване с 18 по 20 ноября осенней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ 9 ноября 2023 года на соседание было принято решение выделить из резервного фонда госбюджета Восточной Армении 120 миллионов драмов. Отметим, что ранее было решено провести сессию в городе Самарканд Узбекистана. Однако в феврале 2023 года стало известно, что правительство Республики Узбекистан отменило свое решение о проведении сессии по политическим причинам. 13 июня Армения от имени председателя Национального собрания Республики Армении направила официальное письмо главе и генеральному секретарю парламентской ассамблеи ОБСЕ, уведомляя, что парламент республики готов принять участников осенней сессии в Ереване. Проведение осенней сессии в Ереване предоставит возможность принять в Армении делегации 57 стран-членов структуры, около 350 депутатов. В ходе сессии в трех комиссиях обсудят ряд вопросов, касающихся региона Южного Кавказа. Члены делегаций ряда стран уже выразили желание в период проведения заседания организовать их визиты в приграничные области Армении, где осуществляется наблюдательная миссия. Планируется также проведение ряда двусторонних встреч между делегациями разных стран и соответствующими группами дружбы Национального собрания Республики Армения. Для обсуждения подготовительных работ к организации осенней сессии по ОБСЕ, просмотра места проведения мероприятий и ознакомления с условиями 11 сентября 2023 года в Ереван прибыли заместитель генерального секретаря ОБСЕ Густаво Паралес, координатор заседания отдел Лилардж и ответственный по связям с общественностью Анжелика Иванищева. На основании требований, представленных парламентской ассамблеей ОБСЕ, был произведен предварительный расчет расходов, который составил около 145 миллионов драмов, из которых 25 миллионов драмов планируется осуществить за счет сэкономленных средств Национального собрания, 120 миллионов драмов за счет средств Резервного фонда Республики Армения на 2023 год. Посол Швеции в Восточной Армении Патрик Свенссон в ходе визита в Сюникскую область посетил Мегри. На месте посол встретился с представителями женского ресурсного центра Венет Мегри, ознакомился с их деятельностью в Восточной Армении и регионе. Об этом сообщает посольство Швеции в Восточной Армении. На пограничном пункте Мегри на армянско-иранской границе руководство КПП представило послу общую зону действия пункта пропуска и пограничные операции. Затем посол посетил ТАТЭФ, где глава общины Самвел-Лэн и его команда представили ситуацию на месте и реализованные планы развития. Также была обсуждена работа поддерживаемой Швеции Solar International, направленной на укрепление демократии и надлежащего управления на местном уровне. В конце визита в Капани посол присоединился к патрульной поездке оперативной базы миссии ЕСЭ, чтобы стать свидетелем миссии наблюдателей, направленной на обеспечение безопасности людей в пострадавших от конфликтных районах на армяно-азербайджанской границе. В повестке заседания Советов министров иностранных дел ЕСЭ, которая состоится 13-14 ноября в Брюсселе, будет обсуждаться вопрос нормализации отношений между Арменией и Баку. Об этом в Брюсселе сообщил главный пресс-секретарь ЕСЭ по иностранным делам Питер Стану. На заседании также ожидается участие министра иностранных дел Армении Арарата Мирсуяна. По словам Стану, обсуждение планировалось еще на предыдущем заседании в Люксембурге, но из-за нехватки времени было перенесено на заседание 13-14 ноября. В Московском государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Царство Урарту. Наследие Древней Армении Урашту Харминуя Армина». В программу включены названия Древней Армении, параллельно использовавшиеся в трех языках бехистунской надписи, принадлежащие известному Ахаменидскому периоду в Иране Урашту Харминуя Армина. Около 400 экспонатов с особым оформлением позволят посетителям не только раскрыть смену и взаимодействие доурарских, урарских и постурарских времен, но и государственную систему, религиозные представления, искусство, ремесла. Экспонаты из музея в Армении, щиты, шлемы урарских царей, надписи, кубки, туалетные принадлежности, печати, ритуальные статуэтки и котлы сочетались с фресками и аналогичными предметами, хранящимися в российских музеях. Также были представлены документы, связанные с раскопками, реставрацией и изучением урарских памятников прошлого века, произведения искусства схемы, фильмы и многое другое. В течение двух дней после выставки директор-историка археологического музея Эребуни Микайл Бадалян и заместитель директора музея истории Армении Нэждэ Ярянян читали публичные лекции в соседних выставочных залах. В рамках выставки планируется издание научного каталога, подготовка которого находится уже в процессе. Выставка продлится до 28 января 2024 года. Выставка организована при сотрудничестве музея истории Армении, историка археологического музея заповедника Эребуни, музея истории города Еревана Эрмитажа, государственного исторического музея России и армянского музея Тапан в Москве. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Размика Амяна «Харабах». Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!